приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клёва сегодня мы с вами находимся на озере атлант это под одессой великая долинская и в одном из крайних видео мы проводили опрос среди подписчиков и спрашивали какие видео вам больше всего интересны в нашем youtube канале оказалось что через один комментарий это видео по поводу ловли хищника и сегодня мы как раз приехали попробовать половить хищника на этом озере и надеюсь что у нас это получится у нас такая небольшая банда это саня макс иди сюда обойди иди в сторону битья вот максим и сегодня попробую провести такой небольшой battle среди любителей хищной ловли посмотрим у кого что получится какие приманки будут работать и вообще получится ли у нас поймать хотя бы одного хвоста щуки или нет сразу пишите в комментариях получится или нет почему у нас не было рыбалок на хищника но по сути мы не являемся специалистами в области ловли хищника но тем не менее это и рыбалка тоже интересно почему бы нет ну и те специалисты и по ловле хищника которые сейчас смотрят это видео не судите строго за нашу рыбалку и если увидите наши косяки напишите об этом в комментариях будет интересно почитать их ребят сюда поймали здрасьте ухты а ну пакет я кушка поймали ищу она шоу отловилась так и шо с утра на рассвете была очень хорошая поклёвка взяла наверно килограмма 45 щучка у начала водить меня сначала туда повела потом туда завела я не довел уже почти практически до берега и выплю двор но это была поклёвка года поклёвка года поклёвка года ну короче хвоста не видели да вы чувствуете натяжение на свечку сделала свечку это была хорошая рыба я и увидел программ 3 до 32 у меня идет два крючочки хорошие японские у меня понятно самая обычная оснастка понятненько хорошо добро спасибо будем тоже пробовать что-то вы видите в свою очередь там так да так там так так они у Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, сегодня у нас Максим рекордсмен. По щуке. Так, ого. Смотри, что творит, а? Слушай, где ты взял эту блесну, а? А я хотел колебашек, что ты взял. А ты их не взял. Я, Саша, вот, есть какая-то? Он говорит, ну да, там какая-то старая еще. Еще в школу ходил, говорит. Она, там, крючок ржавый, тупой. Ну, попробуй. Одну и за другой. Да, друзья мои, значит, видео снято не в рекламных целях. Ну, вот такая вот блесна сегодня рулит. Надо же. Сейчас надо спросить у Сани, откуда у нее такая блесна. Саня, расскажи, откуда у тебя эта блесна, которая сегодня рулит? Максим сегодня пятую щуку ловит. А откуда она? Да. Еще в школу ходил, купил ее на базаре. И вот не помню у кого, как. Ну, она самая древняя из всех снастей, что первое, что я покупал когда-то для хищника. Ага. Вот так вот, понял? Отдал самую выловистую снасть максимуму. Не страшного. Надо искать ключики другие тоже. Да? Да. С щука клюет, активность есть, значит, надо подбирать другие ключики. Саня, как тебе вот этот вот вариант, что 500 гривен, ты считаешь, как это нормально? Ну, дорого, дешево. Ну, 500 гривен и 4 килограмма рыбы нормально. В черте города, в принципе, для спиннингистов нормальный вариант. Да, 4 килограмма норма можешь взять себе. И 500 гривен за целый день ходишь, перемещаешься. Хорошо, а вот ты... Это нормально, по нынешним ценам это нормально. Как ты считаешь, а вот если был бы, например, спортпакет, то есть человек, который не берет рыбу? Ну, было бы намного, да, круче, удобнее. Кто-то хочет приманки свои обмочить или спиннингом мочить, да, конечно, было бы удобнее. 200 гривен без рыбы было бы в хороший вариант. Даже 300 пусть сделали бы. Даже 300, да. Даже бы 300 сделали бы. Я, кстати, спрашивал у администрации этого озера, есть ли спортпакет. Нет. То есть, получается, по сути, они... Тех шнурков, которые запустили, получается... Включили стоимость рыбалки. Да, включили... Тех шнурков, которые они запустили, включили стоимость рыбалки. И... Поощряют, скажем так, то, чтобы рыбаки забирали даже таких мелких шнурок. Да, понятные трофеи. Чтобы жена поняла, что ты точно был на рыбалке. Да, ну, и при этом, чтобы забирают даже мелочь. Ну, я считаю, это неправильно. Что надо как-то было бы... Ну... Да, они все будут расти. Только за рыбой или уже все выбили. Ну, я думал, конечно, чтобы сделать спортпакет, и было бы здорово. Но они просто, я так понимаю, что не могут никак проконтролировать. Да, скорее всего. Я так смотрю здесь. Кто-то не ходит, не смотрит, что ты ловишь, какую-то рыбу вообще. Девчонка пришла, деньги собрала. Да, билетила и все. Написала на квитанции 4 килограмма и все. От руки. Не печати, конечно. Ну, озеро, в принципе, такое, достаточно обширное. Не, классно, что помосты есть. Подходы к воде нормальные. Можно взять себе на помост мангал, как люди. И жаришь те шашлык, себе ловишь. Макс, ты скажи. Я забрасываю. Жду, пока он опустится на дно. Потом его подбрасываю. Делаю оборотов до 10. 10 оборотов. Останавливаю. Буквально жду секунду. Опять подбрасываю. Опять на 10 оборотов. Ну, таким вот образом. То есть, главное, получается, правильная обработка. Ну, у нас, по-моему, в магазине что-то примерно такое и есть, да? Ну, да, там вроде серебря. Серебря, да? Пошел раз прямо вот здесь подбрал. То есть, я уже видел, как она блестит. Блин, нету? Бласты. Е-перло, не театр, блин. А ну, покажи. Так глубоко укусило, что оно не останавливается. Ого. Это что, тебе так... Вообще укусило? Ну, я не укусило, я наканулся на ее зуб. Вот это ешь. Так. Хелп. Хелп. Это, это... Что? Такое называется. Жертвоприношение. Ха-ха-ха-ха-ха. Слушай, ну, оно хоть останавливается, а ну, покажи. Нет, ну, ты и прикол, что оно идет и идет. Жертвоприношение? Ну, да. Поймал больше всех щуки. У тебя озеро, получается, и... Так, понятно. То есть, ждешь, когда упадет. Ну, ну... Ага. Так, Макс, Саня тоже там кто-то. Смотри, шо он творит? Прямо под берегом взял. Опять? Я не наматывал леску. То есть, вот на таком расстоянии она мне клюнула. Буквально два метра. Так возьми просто вот так вот води и... И все. Прямо под берегом. Работает. Надо же. Тихо-тихо-тихо. Давай. Что, мы княжцу удилищем? Да. Чтоб автор канала хоть что-то поймал. Ну, давай. Смотри, у меня какая рыбка. Ну, это та, которую на субботике раздавали, да? Да, это с Женькина, да. 7 грамм, да? Угу. Крючок не маленький? Не, нормальный. Крючок маловатый. Да не, отлично. Да пусть хотя бы хоть клюнет, елки-палки. Хоть дёрнет, хоть... Ну да, почувствуй. Хоть у этого ловить есть. А, так. Давай я попробую на это удилище. Так, у меня первая поклёвка. Носок. С первого заброса зато. С первого заброса зато. Смотри. Да, хороший. Подсадься ещё. Да. Так, ну что, друзья мои, на втором забросе у меня зацеп. Недалеко от берега, но кажется, это я блесне уже всё. Самые уловистые блесне пришёл капец. Лайфхак нерабочий, да? Главное. Попробуй, ты может. короче понятно утрывай все да то не какое счастье друзья мои сань вытащили как нашу только мой камышка мы молодец какие люди женя приветствую дорог короче рассказываю вот эта блесна вот обычно поймала сегодня 5 отлично ну только не у меня у максима он мне уже дался дом макса тоже поклевки есть у меня нет да то крючок поправить так и шоу тут нашел добавить как всегда ваши понятно шоу у вас какой вот хотим прогуляться там лучше не знаю этим попробовать понятно а вы ловим на ваши подарки которые вы нам на субботники давали как разловили не пока молчок пока тишина я разловил да покажите как покажите как них ловить на ваши подарки зарядим подарок так уже не как всегда арсенал полный приманок подарков ну я смотрел что макс лови ловил вообще без флюрокарбонового поводка вот просто на 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 шнуре ну вероятно перекусывание больше ну вот пять штук поймал ни одного перекуса так друзья мои сейчас вы смотрите мастер-класс от жени хотя участвовал в чемпионате тут на этом озере до из 10 дружеский турнир да и какой-то занял призовое место 6 6 то на это первое моё соревнование было красавчик опа вот покровочка было так вот теперь наши видео становится нам более интересным вот там где тоже то тоже кита зацепы у меня были в том месте отобрал у ребенка удилище понимаешь мы пакет взяли один на двоих что так можно было но только один спиннинг в воде 5 человек но спиннинг один как ты думаешь если бы был выберем спорт пакет да без того чтобы забрать щуку у них шуков этих чтобы не забирать приезжала бы больше людей конечно наши люди такие же все равно что набить карман позабирать да то есть с этой точки зрения они веры думают тонут уже лучше пускай забирают и платят дороже да здесь молодцы зарыбляют стаблок поярче здесь припасть вот у максима из пяти трех или четырех он поймал прямо под берегом перегревают приманки разные размеры формы цвета и не стоять одном месте не стоять на одном месте и менять места опять же это есть люди которые могут с одной точки поднять много рыбы хитрости проводок и так далее то есть но вы какие используете варианты проводок основном классика 2 подкруто пауза секунда 2 равномерка в основном как бы вот две такие 2 подкруто пауза и равномерное протягивание так это что будет у вас это вот такой розовый цвет предатор два с половиной дюйма будем немного позже пробовать его так что там за груз какой 4 6 грамм 6 грамм до до грузов кстати груза тоже надо менять пробовать потому что сама приманка как парит под водой тоже бывают роль играет как быстро одевать силиконовую приманку прикладываем крючок смотрим примерно где он выходит так красота на секунду ли чуть-чуть его не дотяну вот теперь она своем месте понятненько так продолжаю рашку одеваем петелькой кверху вот такой вариант готов наш монтаж понятненько хорошо а вы ставите я вижу что вы тоже переставите тут какой-то поводок поводок флюрокарбон это 043 по моему толстоватый да тоньше перекусывает он бывает и этот перекусывает вообще ставят 045 а соединяете вы со штуром со штуром каким узлом морковка морковка тут вертлюжок и карабин обычно без вертлюжка ну в этот раз получилось так что попался под руку просто карабин с вертлюжком поставил с вертлюжком а это сильно разница большая на игре приманки как бы немножечко сказывается говорят ну я как-то честно не обращал внимание на окуня да когда окунь очень пассивные то надо минимализировать вообще какие-то узелки и скрутки карабинчики вертлюжки то есть я использую микро джиг на окуня в основном вяжется напрямую все без никаких карабинов понятно спасибо ребята ловят вот такую красивую золотую приманку и что клюет сейчас будем пробовать только начать пока поцепили вообще что поймали да две штучки но все на силикон и на темный силикон на темный покажете на какой вот она вот такой вот именно он сегодня фаворит из всех только на него и клевала на остальное у нас не клевала и хвосты понятно и хвосты и сколько уже мы видите как они вот реально на него клюют на все воблера мы перепробовали нифига а вот на этот клюет причем это японский какой-то короче не успела дать максиму его удилище с его уловистой блесной как он опять по ним поймал еще одну щучку ну красавец все-таки дело в этой весне да ты пробовал вид моим удилищем на другие разные будут приманки и ничего да да что такое макс что все ехать домой почему все осталось это блесна ловистая в дань это реке да озеро что зацепился да причем не как странно это цепился я слишком далеко зацепился то есть это обычно за камыш цепляешься здесь и он поддается это что который далеко сильно зацепился за камень может ты 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 ухты общался взять за 15 минут сатай на него хорошенько на крутяшку на крутяшку блестяшку она подошел на точку прострелил прямо влево взял одну щучку он покидал не было поклевок кто надел силикон здесь грамм же головку покидал оборвал ее я нацепил опять только напрямую уже убрал поводок а это на конус когда и одну взял посередине другую под берегом а тупо виду так чувствую как она играет и виду не даже не паузы ничего не делаю вот я раньше паузы делал сейчас просто просто провожу чувствую как как она начинает играть и у меня вот на кончике удилища чуть-чуть начинает подергивать то есть как она играет в воде вибрация до вибрация идет я это чувствую его так вот виду иногда усиливаю о поклевка был иногда усиливаю иногда послабеваю за камыш ветер по ходу не будет у меня больше эпичный момент а ветер он меняется у нас еще есть такие у меня нет у меня есть макс может взять еще у меня вот такой так они еще одну ну красавец красавец вообще супер это после того после того как ты ушла у тебя одна ушла ну что хочу поздравить вас по чинам вот такая красота проводка была равномерная такая обыкновенная классическая и пожалуйста есть результат проводка обыкновенная просто играл воблер без рыбков без падения без ничего просто так же самое и меня вот так вот да равномерно вот когда с рыбками с паузами что не хочет вот на равномерный да это джексон рулит карасик джексонский 7500 грамм да макс у меня одна жучок такой да равномерной проводки да ну не я я немножко живу вот блин саня джексонский карасик глядя джексон стоит друзья так закачивается наша рыба алка я к сожалению такОсть только всего лишь одного хвоста все остальное поймали максим и александр поэтому прямо судить так сам не могу но интересно услышать мнение александра и максим макс у нас как чемпион скажи что там ну сегодня силикон вообще не работал абсолютно работали воблера вертушки вертушки колебалки или балки так силикон в лес надо а так что еще сказать водоем прикольный черте города можно подъехать попробовать что-то новое обмочить приманки свои плюс бонус рыба чудо но если был бы спорт пакет был бы лучше еще ветер сегодня был немного мешал ну не бывает плохой погоды бывают логики зацепы да кстати да камышик там ну там где зацепы лучше всего щука и сидит поэтому сколько сегодня воблеров поставили я 32 оставил под корягой один щука среду и я два я колебалку и того получается минус 6 настей короче в примерно так друзья если это видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на шикарно все ли клево мы прощаемся с вами до скорой встречи рыба ловите с нами ловите лучше нас это точно счастливо